В этом году День Семьи, Любви и Верности стал официальным праздником. Во многих городах России стали устанавливать памятники святым Петру и Февронии Муромским, покровителям брака. С инициативой поставить подобные монументы в нашем городе выступил депутат Александр Тихонов. Я не говорю, что это скульптурный памятник именно Петру и Февронии, он может быть другим, как бы скульптурной композицией все дня Семьи, Любви и Верности, но тем не менее, вот как-то сейчас вот этот памятник Петру и Февронии, который олицетворяет вот это дело, он наиболее тиражируемый в стране за последние годы. Вот уже еще раз повторю, 89 таких скульптурных композиций по стране есть. Главный вопрос, кто будет его финансировать. Есть несколько вариантов. Во-первых, действует федеральная программа, по которой выделяют средства на установку этих памятников. Во-вторых, в некоторых городах присутствия госкорпораций деньги выделяют именно из их бюджета. В-третьих, финансовую часть может взять на себя городская казна. По предварительным прикидкам памятник обойдется в 25-30 миллионов. Что касается мест, их пока предложили пять. В сквере напротив музыкальной школы, в парке Зернова, на набережной Сатиса, перед существующим зданием ЗАГСа или перед предполагаемым новым зданием ЗАГСа. Идеальным местом для его остановки я бы считал пешеходного урса юности в районе ЗАГСа. Потому что, согласитесь, вся история осталась в старой части города. В новой части немножко бедновато, поэтому сам Бог вел, молодожены возлагают цветы, чтобы вот этот памятник работал. Депутаты предложили сформировать рабочую группу и проработать этот вопрос, чтобы затем вынести его на общественное обсуждение. Также на комитете речь шла о наименовании проездов в районе улицы Нижегородской, где находятся участки для многодетных семей. Комиссия по наименованию городских улиц предложила варианты 1-й ягодной и 2-й ягодной. Депутаты вынесли проект на заседание Городской думы. Кроме того, представители Департамента образования рассказали народным избранникам о готовности школ и детских садов к учебному году. Были установлены видеокамеры дополнительные к тем, которые уже имелись. Были реализованы порядка 5 миллионов рублей, которые нам выделились дополнительно на школы. За эти средства были установлены шлагбаумы на въездах в образовательные организации, электромагнитные замки на запасных выходах и частично поставлены домоконы в детских садах и школах. Также депутаты рассмотрели ходатайство о награждении руководителя Сарфатыни Яумифи Анны Сироткиной почётной грамотой Сарова. Это вторая по значимости награда в городе. Депутаты единодушно поддержали предложение и направили вопрос на думскую сессию. Екатерина Опёнова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.